А сейчас об этих и других событиях более подробно. Глава города провел очередную встречу. На этот раз Сергей Берников посетил Магортранс и пообщался с сотрудниками предприятия. Говорил о развитии городского электротранспорта, заработной плате и не только. Также городоначальник рассказал о том, как преобразился Магнитогорск за последние пять лет, ответил на вопросы из зала. На встречи побывала наша съемочная группа. Перед тем, как начать свое выступление, Сергей Берников представил нового директора Магортранса. В настоящее время его возглавляет Алексей Коток. Перед руководителем глава города поставил задачу сделать предприятие одним из ведущих на Урале. Сегодня, я считаю, мы уже фактически на финише. У нас сегодня весь подвижной состав практически. Вот в среднем, который выходит, он уже новый. При том, что мы будем продолжать менять. И причем, я вам скажу дальше, я думаю, вы со мной согласитесь и поймете, я никогда не ставил своей задачей в один год заменить все травмы. То есть, это стратегическая крупная ошибка. Сегодня по городу курсируют комфортные современные вагоны. В связи с этим увеличился и пассажиропоток, отмечает Сергей Берников. Есть жалобы на несоответствие графику движения, но, по словам главы города, зачастую причиной этому являются аварии, которые создают водители автомобилей. В целом же, магнитогорский электротранспорт – один из лучших в области. В этом направлении необходимо двигаться и дальше. Траваи хорошие – это хорошо, реки хорошие – это хорошо, но люди – это еще важнее. Поэтому уровень оплаты труда, зарплата, в том числе и спецодежда, и условия работы, и душевые – и все должно быть по-человечному. А дальше Сергей Берников говорил о том, как преобразился Магнитогорск. За последние пять лет сделано было немало. Работа ведется во всех направлениях. В городе возводят новые детские сады и школы, приводят в соответствующий вид существующие, ремонтируют театры, библиотеки, преображают и запускают парки и скверы. Озеленяем город из года в год. Каждый год садим до пяти тысяч деревьев, кустарников по 25-30 тысяч, цветы вообще традиционные, газоны. То есть наш город каждый год зеленеет, зеленеет, зеленеет. В завершении встречи глава города ответил на вопросы и выслушал пожелания. Сергей Берников отметил, что всегда открыт к диалогу, готов обсуждать проблемы и находить пути решения. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.